Позвольте остановиться на них. Первое, что касается социального обеспечения и социальной поддержки, мы с 1 июля текущего года повышаем, согласно поручению главы государства, пенсии, 2 миллиона населения и около 300 тысяч семей будут получать единовременное пособие, размеры которых будут повышены на 20% в эти мероприятия включены. Второе мероприятие по этому направлению – это принятие нормативно-правовых актов по внедрению адресной социальной помощи нового формата и мероприятие по проведению пилотном режиме внедрения АСП в 38 районах всех областей республики. Второе направление – это касается программы продуктивной занятости, развития массового предпринимательства. Бахтанавдиш, мы совместно с Акимовым областей до 15 марта завершаем комплексный план по созданию новых рабочих мест и содействия занятостей. По предварительным данным, сейчас в рамках проектов, реализуемых государственных, отраслевых региональных программ, будем охватывать 477 тысяч человек. Кроме того, по поручению главы государства, здесь мы предусмотрели два мероприятия касательно реформирования центров занятости. В текущем году 58 центров занятости – это города Астана, Алма-Ата, областные центры – будут внедрены электронной очередей. До 1 мая текущего года мы уже внедрим электронную биржу труда, доступную для досельских населённых пунктов. Что касается концепции, это у нас третье направление. Мы в марте месяце в правительство внесём новую концепцию миграционной политики. И направление по защите трудовых прав работников. Эта работа будет продолжаться в рамках трёхсторонной нашей комиссии. Мероприятие мы предусмотрели.